Всем привет-привет! Я бы хотела с вами поделиться в этом видео своими любимчиками и фаворитами лета из продуктов для губ. Хотела бы вам показать, какие помады я чаще всего использовала летом и покажу вам свои фавориты лаков для ногтей. Так, давайте начнем, наверное, из помад. Я летом пользовалась достаточно яркими помадами, поэтому давайте я вам покажу, какие из них были моими любимчиками. Итак, первые две помады, которые я использовала чаще всего, это вот такие вот две помадки от LCF. Они в таких вот оригинальных упаковочках. И первый цвет идет такой морковно-красный, очень-очень яркий цвет. Очень часто у меня на губах он был в видео, и вы часто спрашивали, что это за помада. Это помада от LCF в номере 19. Обалденная помада, за свою стоимость, в принципе, неплохо работают. То есть, я бы не сказала, что они шикарно лежат на губах. Она ложится хорошо, она не забивается в складочки, она хорошо увлажняет. Но носится она не сильно долго, поэтому она не особо стойкая. И вторая помадка тоже от LCF. Идет вот такая вот ярко-ярко-розового цвета. Очень, я надеюсь, вам будет видно. Очень красивый оттенок, такой вот кукольно-розовый холодный оттеночек. Очень-очень мне нравился, вот видно, я очень часто им пользовалась. Поэтому для лета самое то, безумно-безумно нравятся эти помадки. Они стоят около 18 гривен, но качество, в принципе, неплохое для их стоимости. Дальше, две помадки из нюдовых оттенков. Это две помады. Так, одна помада, губная помада Энергия Минералов от Белор Дизайн. Вот такая вот упаковочка красивая у нее. И сам оттеночек вот такой вот нюдовый, то есть он почти бесцветный, немножко такой вот коричневатый. Хорошая помада, мне она по качеству больше нравится, чем LCF. Оттеночек у меня 503, очень мне нравится, хорошо ложится, то есть такая матовый финиш после нее на губах. Очень мне нравится, всем советую. И следующая нюдовая помада, это уже идет от Maybelline New York, оттеночек 742, вот такой вот оттенок. Видно вам будет, не знаю. Вот, очень-очень красивый цвет помады, безумно такой вот нюд красивый, немножко коричневатый, он идет такой вот как тепловатый. Свочи я делать не буду, может быть ставлю картинки. Очень красивый оттеночек, помада сама по себе гиперувлажняющая, она очень-очень классно увлажняет губы, очень хорошо лежит на губах, не скатывается и носится в принципе достаточно долго. Следующая помадка тоже нюдовый оттеночек, 503 номер, вот такой вот серии от L'Oreal. Я думаю, все их знают, это помада Balsam. Тоже 503 оттеночек, такая вот почти бесцветная коричневатая помада, тоже очень-очень увлажняющая, она ложится как бальзам для губ, но с оттенком, то есть как помада. 503 оттенок, эта серия помад мне очень понравилась, поэтому я задумываюсь о покупке еще нескольких оттеночков. Вот, вот такая вот помада, 503 оттенок. И последний фаворит лета, я обожала красную помаду, не часто я их носила у нас в городе, потому что в принципе на нас очень такой, у нас пугливый народ и не особо, не знаю, люди нормально и адекватно реагируют на красные губы, яркие глаза, поэтому я использовала ее на вечер. Это вот такая вот помадка от Faberlic, красивый-красивый оттеночек такой морковный, она очень похожа с помадой от LCF, вот можно сравнить. Но LCF более такая вот красноватая, а это вот более такая вот кораллово-морковный оттеночек, вот от Faberlic. Матовая помада, она безумно красивый финиш у нее, она очень-очень стойкая, очень тоненькая, поэтому очень хорошо прорабатывается по линии губы. Оттенок у меня 42,95, очень мне нравится, всем советую. Итак, для губ это были все продукты и быстренько покажу вам свои фавориты лаков для ногтей летом и за последние 3 месяца. Итак, первые 3 лака, которые я купила в прошлом месяце и усердно-усердно использовала их, это 3 вот таких вот миниатюрки лака, то есть это маленькие лаки, такие кислотные лаки от MAC. Первый оттеночек оранжевый 0,90, сиреневый оттенок 0,91 и вот такой вот кислотно-желтый оттенок, то есть салатовый 0,93. Очень мне понравились эти лаки, в 2 слоя цвет очень насыщенный и очень-очень хорошо перекрывает ногтевую пластину, поэтому ничего не просвещается, ложится хорошо, не полосит. И, в принципе, мне не очень понравилось, как они носятся, потому что они обкалываются уже под конец второго дня. Яркий акцент в стиле, то есть как яркий акцент очень-очень хорошо работает, поэтому, в принципе, за 11 гривен, по-моему, не стоит очень-очень хорошие лаки. Всем советую. Вот такие вот 3 кислотные. Продаются они только в сети Fatsons. Следующий красивый оттенок, в который я просто влюбилась и который я носила очень-очень часто на ногтях, это Pacific оттеночек 18. Вот такой вот розовый перламутровый оттенок, очень красивый, он на ногтях безумно красиво переливается. Держится на ногтях он достаточно долго, поэтому я безумно довольна. Стоил он тоже около 9 гривен, покупала я его в сети Evo магазинов. Очень довольна, безумно красивый оттенок, розовый такой вот летний, очень-очень мне нравится. И так, следующий оттенок, вот такой вот небесно, даже лазурно, такой вот зелено-бирюзовый. Оттеночек 0,65 из серии вот такой вот Style Color от Nogatok. Стоил он 5 гривен, тоже носится очень хорошо, безумно довольна оттенком, ложится в один слой очень хорошим таким вот ярким оттеночком, поэтому очень довольна за 5 гривен, не жалко. То есть я всегда беру маленькие тюбики лаков для ногтей, потому что не успеваю использовать и они часто засыхают. Поэтому в маленьком таком вот дизайне они очень-очень хорошие и в принципе я их использую до конца. Следующий оттенок, который я обожала тоже вот и всегда я обожаю, это классика, у меня постоянно он есть, это от LCF 0,31, это вот черный оттенок. Я люблю делать акценты на вот этот вот безымянный пальчик, я часто делаю яркие, все 4 ногти яркие и один оттеночек, один ноготь делать черным. Сейчас вот тренд и как-то, не знаю, мне безумно нравится сочетать вот как вот эти вот два оттенка, то есть все ногти вот такого цвета и один вот такого вот черного просто. Или очень классно смотрятся тоже все ногти ярко-розовые и безымянный пальчик, ноготочек идет черный. Вот, 0,31 оттеночек. В принципе это не имеет значения какой черный лак, я просто любила черный цвет лака. Вот, вот такие вот фавориты были у меня летом из продуктов для губ и лаков для ногтей. Надеюсь вам было интересно, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!